Друзья, приветствую вас на канале InvestFuture. Вы смотрите главные новости из мира экономики и финансов за 19 августа. Ну что ж, давайте пойдем по порядку. Новость, которая сегодня активно обсуждается в СМИ, это стали известны крупнейшие должники России. Дело в том, что вообще информация о том, какие государства должны России больше всего денег, является засекреченной. И она становится известна только если Москва подписывает межправительственные соглашения, которые затем Госдума ратифицирует. И, соответственно, о таких займах рассказывают иногда официальные лица или информация раскрывается со стороны государства-заемщика. Ну и зданию РБК тут удалось выяснить, что больше всего России должна Белоруссия, Украина и Венесуэла. По данным, которые представил белорусский Минфин, Минск должен более 7,5 миллиардов долларов, Киев 3,7 миллиарда долларов, а Венесуэла 3,5 миллиарда долларов. Всего по открытым источникам РБК насчитало 17 государств, которые в сумме должны Москве около 27 миллиардов долларов. Другие крупные заемщики это Куба, Бангладеш и Кипр. Ну вот такая ситуация и вопрос у меня к вам. Как вы считаете, какие из этих стран вернут долги, а каким эти долги будут прощены? Ну и в продолжении этой темы можно также упомянуть, что вот с 16 августа до выходных стало известно, что Россия продолжает сокращать свои вложения в американский государственный долг, в американские гособликации. И четвертый месяц подряд доля трежерис в резервах падает и в июне этого года она опустилась до чуть менее 11 миллиардов долларов в денежном выражении. Тема номер два. Алексей Кудрин заявил о провале исполнения бюджета и национальных проектов в 2019 году. Глава счетной палаты заявил, что за первое полугодие 2019 года расходы бюджета исполнены только на 42,5%. Проценты это антирекорд за последние 7 лет. Об этом Кудрин написал в своем твиттер. Причем, по словам финансиста, по национальным проектам цифра вообще очень грустная. Только треть расходов была реализована, 32,5%. Всего на реализацию нацпроектов в бюджете этого года заложено 1,7 с хвостиком триллионов рублей. И Кудрин поясняет, что сейчас Россия столкнулась с проблемой. Деньги, казалось бы, есть, но при этом нет грамотных специалистов, которые могут быстро и эффективно эти деньги потратить. Не распилить, а именно потратить на реализацию запланированных проектов и на развитие страны. Кстати, и раньше Кудрин говорил о неспешности министерств и ведомств, которые ответственны за выполнение нацпроектов. В принципе, все логично. У нас, конечно, все властные структуры очень забюрократизированы. Слова Кудрин это просто еще раз подтверждает. Он говорит, что такая неспешность тормозит выполнение нацпроектов и замедляет рост экономики, создавая риски кризисной даже ситуации. Третий сюжет. Давайте поговорим о том, как развивается ситуация с валютой в понедельник. Тем более, что у нас есть о чем поговорить. Доллар зафиксировал свой максимальный уровень с начала мая 2019 года. Несмотря на растущие цены на нефть, курс доллара поднимался выше отметки 67. И это, нужно сказать, важный психологический рубеж для пары доллар-рубль. При этом в первой половине дня рубль вел себя намного хуже, чем другие валюты развивающихся рынков. А вот ближе к концу дня эта история, наоборот, немножко отыгралась. И мы увидели, наоборот, некоторую стабилизацию ситуации на российском валютном рынке. Агентство Reuters опубликовало цитату дилера одного крупного банка, который предполагает, что сейчас, пока недостаточно сильно упал рубль, кто-то крупный сбрасывает рисковые активы и, соответственно, покидает рублевую пристань. Других причин не видно, потому что риски, как раз, наоборот, стабилизировались. По торговой войне сейчас у нас немножечко, наоборот, стала риторика более такая умиротворенная, потому что и Трамп, вроде как, там пошлины против Куавея собирается смягчить. И со стороны китайцев не слышно никаких в последние дни резких заявлений. При этом дивиденды уже были выплачены и сконвертированы по российскому рынку. Почему такое резкое движение пошло сегодня в рубле? Ну вот ответ только один. Какой-то крупный игрок, похоже, рубли сегодня продавал. Кто это был, никто пока не знает. При этом сейчас, когда спрос на доллары начинает расти, по многим причинам, это в том числе и сезонный фактор, потому что август традиционно месяц для рубля нестабильный, это и фактор, связанный с тем, что у нас профицит ухудшается немножко платежного баланса, традиционно в это время года. Это связано и с тем, что у нас в сентябре пики выплат по внешним долгам в валюте достаточно крупные, там порядка 9,2 миллиардов долларов. Россия там должна суммарно заплатить. Хотя это, кстати, общая цифра. Часть из этих обязательств в справедливости ради будет отложена на другие месяцы. Но так или иначе, в ситуации, когда и на фоне, конечно же, нестабильной геополитической обстановки тоже, растут спросы на доллары. И многие эксперты сегодня отмечают, что заметнее становится интервенцией Банка России, который подает по 14 миллиардов рублей в день для закупки валюты в резервы в рамках бюджетного правила. И вспоминается ситуация прошлого года, когда как раз после августовской такой, в общем-то, похожей волатильности Банк России приостановил до начала 2019 года валютные покупки. Многие задаются вопросом, не обратится ли Банк России к этой мере в этом году. Поэтому смотрим и следим за новостями здесь. Сюжет номер 4 касается как раз-таки торговой войны. Довольно странную историю написал в своем твиттере Дональд Трамп. Он рассказал, что он беседовал с руководителем компании Apple Тимом Куком. И тот объяснил ему, странно, как Трамп этого раньше мог не понимать, что китайские пошлины опасны для компании Apple. И Трамп написал, что он теперь думает об этом. И цитата говорит, что для Apple не просто платить пошлины, если она конкурирует с очень хорошей компанией, которая их не платит. Речь идет, конечно, о южнокорейском производителе электроники компании Samsung, которая на данный момент является главным конкурентом для Apple. Ну, собственно, проблема в том, что в ситуации с Apple, как пишет Bloomberg, сентябрьское введение пошлин. А я напомню, что новые пошлины против Китая разделены на два этапа. Одни вступают в силу в сентябре, другие 15 декабря. Это 10% пошлины на товары объемом в 300 миллиардов долларов. Так вот, вот эта сентябрьская партия пошлин затронет такие товары компании Apple, как умные часы, наушники и аксессуары. А вторая волна пошлин коснется ноутбуков, телефонов и планшетов. В чем дело? Почему компания Samsung получает преимущество? Тим Кук объяснил президенту Трампу, что Apple большинство своих товаров производит в Китае. После этого импортирует их в США и другие страны. Соответственно, должна будет платить пошлины. При этом производство компании Samsung намного более диверсифицировано. И одним Китаем не ограничивается, потому что помимо КНР, Samsung также имеет производство в Южной Корее и Вьетнаме. При этом с Южной Кореей США подписали хорошее торговое соглашение в прошлом году, ровно год назад. И этот факт позволит Samsung поставлять свою продукцию на американский рынок, при этом не платя американских жестких пошлин. Тогда как компании Apple придется включать дополнительные сборы в стоимость своей продукции. При этом ситуация усугубляется тем, что Apple как раз сейчас готовит обновления в линейках телефонов, ноутбуков и часов. А значит, до вступления пошлин не успеет перевести через границу новые товары. А Samsung начнет продажи нового телефона Note 10 в августе. И на этом этапе как раз-таки пошлин сумеет избежать. Вот это все Тим Кук рассказал Трампу. И он обещал подумать над тем, как может национальному производителю помочь. Тема номер 5. Компанию General Electric обвиняют в фальсификации финансовой отчетности. И много было вопросов, почему падают акции GE. Вот именно поэтому. Смотрите, есть такой исследователь финансовый. Зовут его Гарри Маркополос. Он стал известен после того, как предсказал проблемы в компании Madoff. То, что мы сейчас знаем. Пирамида Madoff, которая сделала американцев беднее почти на 65 миллиардов долларов. И сейчас Madoff, я напомню, отбывает 150-летний срок в тюрьме. Так вот, этот человек Гарри Маркополос предполагает, что компания General Electric занимается махинациями в отчетности. И при этом подлинная информация на сумму в 38 миллиардов долларов скрыта от общественности. И это, я напомню, 40% рыночной капитализации компаний. Маркополос утверждает, что финансовое состояние GE намного хуже, чем раскрыто в отчетности. И что корпорации следует увеличить страховые резервы на 18,5 миллиардов долларов. В общей сложности неточности на 38 миллиардов долларов были выявлены. GE занимается мошенничеством в сфере бухгалтерского учета на протяжении десятилетий. Предоставляет только данные по выручке и прибыли, но не раскрывая важных подробностей. И Маркополос заключает, что General Electric это следующий Enron. А я напомню, что банкротство компании Enron это очень громкая история из 2000-х годов. Которая как раз таки была связана с искажением финансовой бухгалтерской отчетности. После публикации доклада акции GE потеряли 11% и упали до 7-месячного минимума. Это было самое сильное процентное падение с апреля 2008 года. И хотя сама компания GE с обвинениями не согласилась, руководство назвало действие Маркополоса манипулированием самым обычным рынком. Более того, CEO компании Larry Karp приобрел за неделю два крупных пакета акций компании. Как бы показывая, что он верит в свое детище. Но тем не менее мы видим, что инвесторы всерьез испугались и задумались о том, нужна ли им такая компания в своем портфеле. У вас есть General Electric и что вы думаете обо всей этой истории? Друзья, у нас на канале вышло несколько новых интересных видео, о которых я вам хочу напомнить. Первое это еще про одну американскую корпорацию, про инвестиционный банк Goldman Sachs. Где мы разбираемся, откуда пошли слухи о том, что Goldman Sachs это компания, которая управляет миром, не привлекая внимания санитаров. В этом видео я разыгрываю очень хорошую, увесистую, интересную книгу про банк Goldman Sachs. Поэтому переходите по ссылке в закрепленном комментарии и смотрите обязательно видео про Goldman. И второе видео это такая мотивационная история о том, как перестать лениться и победить прокрастинацию. Очень тоже частый вопрос, как сделать себя эффективнее и как, собственно, начать движение к своим финансовым целям. Я немножечко рассказала, что нам рекомендуют делать психологи и какие методы я применяю самостоятельно. В этом видео меня невероятно порадовали ваши комментарии, потому что они такие смешные, честные, откровенные, что я прям очень, мне было приятно почувствовать, что у нас такая хорошая аудитория на канале собралась. Ну вот парочку зачитаю. Елена пишет, в детстве посмотрела мультик Ох и Ах и решила не быть Охом. И как только мне лень что-то делать, я вспоминаю об Охе и начинаю работать потихоньку, помаленьку начинаю шевелиться. Вы смотрели такой мультик? Напишите в комментариях, друзья. Сергей пишет, так лень было писать комментарии, потом хотел отложить на потом, но собрался, воспользовался Кириной методикой и сделал это. Вот видите, маленькими шажочками хотя бы комментарии пишем, когда лень, дальше будет больше. Екатерина пишет, люблю откладывать на последний момент, а потом не спать. Ужасная привычка еще со студенчества. Совет, устраиваешься на работу на полный день, делаешь так пару раз, ночь не спишь, встаешь, в 6 утра идешь на работу, а дальше начинаешь думать, нужно ли оно тебе в следующий раз. Ну, я вам скажу, что вот у некоторых это не работает, потому что утром думаешь, ну все, вечером лягу спать пораньше и там все свои дела вовремя сделаю, но вечер у тебя снова затягивает пучина прокрастинации. А вот Кирилл пишет, интернет подобен машине времени, 5 минут посидишь и 2 часа потеряны. Я просто удалил страницу ВКонтакте, появилось больше времени и меньше ненужной информации. Хорошее решение, главное дополнительных себе приложений не ставить типа Инстаграма или чего-нибудь еще вместо ВКонтакте. В общем, там очень много классных комментариев, посмотрите видео, ссылка также будет в закрепленном комменте и почитайте комментарий, обязательно ставьте свой, потому что в этом видео я тоже разыгрываю хорошую мотивационную книжку для наших подписчиков. Так что два конкурса, давайте будем активнее участвовать. Спасибо, что были сегодня с нами и досмотрели до конца. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture и до новых встреч, друзья, на нашем канале.